Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ее ведущий, журналист Рустам Вафин. И в гостях у нас сегодня доктор биологических наук, профессор Казанского университета, директор научно-клинического центра Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории генной и клеточной технологии этого же Института Резванов Альберт Анатольевич. Добрый день, Альберт Анатольевич! Добрый день! И сегодня вы нас особо интересуетесь в вашу последнюю ипостась, как научного сотрудника лаборатории генной и клеточной технологии. И вот почему. Недавно в международном журнале «Актуальные вопросы молекулярной биологии» были опубликованы результаты исследований в вашей лаборатории, посвященные новым подходам к лечению онкологических заболеваний. Название статьи «Формирование и модуляция лекарственной устойчивости опухолевых сфероидов под действием индуцированных мембранных визикул стволовых и трансформированных клеток человека». Давайте начнем наш разговор с того, что попробуем перевести название этого исследования с языка научного на язык, понятный нашим зрителям. Итак, что такое мембранные визикулы, что такое опухолевые стероиды, и как под действием первых обеспечится лекарственная устойчивость? По сути, сфероиды опухолевые, которые мы используем, это модель своего рода микроопухолей или микрометастаз. То есть это скопление нескольких десятков, сотен, тысяч клеток, то есть не очень большие образования, но с ними можно работать в пробирке, то есть в лаборатории, и они модулируют своего рода трехмерную структуру именно метастаз. Если же говорить про микровизикулы, которые вы упомянули, то это своего рода мембранные пузырьки маленькие. То есть клетка — это большой мешок, и, как мы знаем из курса биологии в школе, она покрыта кличной мембраной. Два слоя липидных липидов. Если же ее как следует потрясти, ну, вернее, сначала разрушить цитоскелет, чтобы она потеряла свою форму, она стала капелькой, как следует потрясти, то она распадется на многие-многие капельки маленькие. Вот эти вот маленькие капельки являются, по сути, теми микровизикулами, с которыми мы работаем. А если же говорить вообще, для чего эти микровизикулы нужны, на самом деле это инструмент для общения клеток. Ну, давно уже было известно, что клетки между собой общаются, и на заре клетчатой биологии, молекулярной биологии было мнение, понимание, что они общаются, например, посредством белков, посредством гормонов, каких-то других небольших молекул. То есть, получается, они как бы пахнут, и соседние клетки могут это учуять, и получить таким образом информацию, как себя вести. Но в последние годы, десятилетия, произошел определенный прорыв, который сформировал новую теорию общения клеток, что они общаются не только за счет таких вот маленьких молекул, но и за счет того, что они посылают между собой сигналы такими пузырьками. То есть клетка формирует пузырек, как конверт, в который она упаковывает необходимые молекулы, как содержимое письма, и такие вот пузырьки, конверты, микровизикулы могут путешествовать из одной клетки к другой, передавая информацию. Мы, имеется в виду вообще ученые, подсмотрели этот механизм в природе и подумали, а нельзя ли эти конвертики, пузырьки, мешочки, использовать для того, чтобы передавать не нужную клеткам информацию, а, условно говоря, самостоятельно формировать информационный пакет. То есть переписать письмо? Ну да, то есть не переписать письмо, а использовать конвертики, а вот уже содержимое использовать свое. То есть купить на почтампе конверты, марки, а содержимое уже закладывать свое. И в зависимости от содержимого клетка, которая получит такое сообщение, будет вести себя уже так, как мы ее запрограммируем через такое послание биологическое. И понятно, что все клетки общаются, в том числе и с помощью таких вот микровизикул, в том числе и опухолевые клетки, которые общаются со своим окружением. То есть ведь опухоль, она растет в нормальных тканях, то есть она окружена нормальными тканями. И вот это вот общение опухоли и нормальной ткани, как выяснилось, крайне важно для того, чтобы понять, как опухоль избегает, например, лекарственной терапии, или как она метастазирует, то есть как из опухоли выходят новые клетки, которые попадают в другие участки тела и дают начало новым опухолям, то есть метастазам. Я правильно понимаю, что эти клетки онкологические уже, которые произошли от метамофоза, стали раковыми, они посылают сигнал другим клеткам с командой «превращайтесь в нас». Не совсем. Очень хороший вопрос. Там очень много разных команд. Например, команда может быть соседней ткани, расти новые сосуды, потому что опухоль растет, ей нужны питательные вещества, ей нужен кислород, удаление продуктов жизнедеятельности, а для этого нужны кровеносные сосуды. Она может дать команду растить кровеносные сосуды. Она может дать команду «защитите меня от лекарственного препарата». Она может дать команду иммунной системе «слушай, ты туда не ходи, сюда ходи, забудьте, что я есть». И иммунная система перестает видеть опухоль. То есть там огромное количество различных команд, которые опухоль посылает своему окружению, но также и окружение воздействует на опухоль. И вот как раз выяснилось, что если тестировать лекарственные препараты только на чистых опухолевых клетках в лаборатории, то многие препараты замечательно работают. Но если ты, например, уже создаешь трехмерную модель опухоли или в организме человека она окружена здоровыми клетками, то почему-то не всегда лекарственные препараты эффективны. И здесь как раз есть вот эта вот новая теория о том, что стромальные клетки и иммунные клетки, то есть клетки окружения опухоли, нормальные клетки организма могут защищать опухоль от действия лекарственных препаратов, то есть поддерживать ее, потому что организм не знает, что это плохая клетка. То есть это убийца. Да, то есть опухолевые клетки, они замаскировались, и зачастую организм не знает, что это плохая клетка, он воспринимает ее как свою собственную и, соответственно, пытается защитить. А это дает опухолевые клетке, например, шанс мутировать и стать устойчивой к лекарственным препаратам. То есть таким образом снижается эффективность терапии, повышаются риски развития резистентности, то есть устойчивости к лекарственной терапии, и возникают риски рецидива, то есть возврата заболевания, потому что некоторые опухолевые клетки могут пережить терапию, а потом через какое-то время вернуться с удвоенной силой. Ну, в общем-то, известный процесс, да. Итак, что вы делаете? Я правильно понимаю, вы уже пытаетесь, ну, понятно, что в пробирке вложить информацию в эти визикулы, которые что? Ну, мы используем эти визикулы сразу в нескольких направлениях. То есть не только то, что опубликовано в той статье, а в целом. Во-первых, мы пытаемся создать тест-системы, чтобы в лаборатории можно было тестировать лекарственные препараты на опухолевых клеток, но при этом, чтобы модулируя вот это микроокружение. И это достигается и с помощью того, что мы их культивируем, то есть выращиваем вместе с нормальными клетками организма, и за счет добавления визикул, то есть внешних визикул, то есть вот этих вот сигналов, которые организм производит. С другой стороны, мы, наоборот, вот вы в самом начале тоже сказали, может ли опухолевая клетка послать сигнал, чтобы соседние клетки стали опухолевыми. Отчасти да. То есть мы действительно как бы нашли визикулы, например, если взять визикулы от стволовых клеток, нормальных стволовых клеток, и добавить их к обычным опухолевым клеткам, солдатам, то они приобретают свойства так называемые стволовые опухолевые клетки, то есть становятся рассадником новых метастаз, или источником нового роста опухоли, или именно вот эти вот стволовые опухолевые клетки, наиболее устойчивы к действию химиопрепаратов, именно они отвечают за рецидив, за возврат заболевания. То есть таким образом мы можем с помощью этих вот микровизикул делать опухолевые клетки более агрессивными. И это важно для лабораторных исследований, для скрининга лекарственных препаратов, потому что это позволяет проводить скрининг именно на самых агрессивных опухолевых клетках, которые обычно, или скажем так, не всегда удается выделить просто из-за биопсии опухоли. Ну и наконец, так как клетки любят друг с другом общаться, в том числе с помощью этих микровизикул, мы можем загрузить в эти микровизикулы, например, лекарственные препараты. Это могут быть либо химиотерапевтические препараты, либо вообще геноинженерные препараты, то есть ввести гены, которые могут убить опухоль. И эти гены, то есть продукты их будут упакованы в микровизикулы, доставлены в опухолевую клетку, и это приведет к тому, что клетка получит сигнал, например, на самоуничтожение. А вот информация о подобном свойстве, вы сказали, например, сосуды, да, начинают вырастать, дают команду, а команда, что там не расти сосудом, соответственно, обесточивание раковых клеток, и какие-то другие вещи, которые не напрямую уничтожают, а вот за счет того, что организм начинает распознавать, что это враг. Очень тоже хороший вопрос. Есть такие подходы, где как раз блокируется рост сосудов, и, соответственно, опухоль плохо растет. Это хорошо работает в комбинации с другими препаратами. И есть возможность, например, возбудить иммунную систему, как бы растрясти ее и сказать, слушай, слушай, вот же опухоль, как бы, разве ты ее не видишь? То есть можно с помощью разных методов, с помощью, в том числе, микровизикул, заставить иммунную систему более пристально взглянуть на этот участок организма и надеяться, что иммунитет наконец-то увидит опухоль и начнет с ней бороться. Но вот с иммунитетом, да, у нас есть работы, где мы используем микровизикулы, которые либо напоминают опухолевые клетки, чтобы создать своего рода вакцины против опухоли, либо они активируют опухолевые клетки, то есть, условно говоря, мы как улей потрясли, опухолевые клетки, как пчелы, там разозлились и начали искать, кто же тут рядом этим занимается. И зачастую это может привести к тому, что они все-таки смогут увидеть опухоль и подавить ее. А вот стволовые клетки, вы сказали, стволовые клетки, которые при определенной трансформации в раковые становятся предельно агрессивными. И, в общем-то, вот для меня стволовые клетки, ну, понятно, это очень такое побывательское представление, это то, что берут, хранят там из повинной крови, буквально с рождения, в специальных банках и стволовых клеток, и в случае серьезных заболеваний используют их для лечения, для выращивания новых тканей, для лечения. А вы говорите, что стволовые клетки в определенных обстоятельствах являются страшными убийцами. Да, вы правы. И у нас в Казанском университете есть такой биобанк, и мы тоже помогаем родителям сохранить пуповинную кровь со стволовыми клетками для лечения различных заболеваний. Но дело в том, что не только пуповинная кровь содержит стволовые клетки. По сути, любые ткани организма содержат стволовые клетки. Это своего рода запасные части, то есть ремонтные бригады. Если где-то что-то ломается, именно стволовые клетки отвечают за восстановление. И если даже дальше пойти, наш организм постоянно ломается. То есть клетки же постоянно обновляются. Стволовые клетки участвуют в процессе обновления организма, но в том числе участвуют и в процессе восстановления, регенерации. И вот эта способность стволовых клеток к делению, к росту, к стимуляции, к росту тех же сосудов, например. Ведь эти процессы универсальны для опухоли. Эти процессы также нужны для ее жизни. Более того, например, опухоль рассматривается, один из таких литературных терминов, как незаживающая рана. Это связано и с тем, что там происходят процессы регенерации определенные, и роста сосудов, и с тем, что там происходит постоянное воспаление, как в настоящей ране. И это позволяет при опухоли привлекать различные клетки, которые бы поддержали ее в росте, а при воздействии различных лечений, химиотерапии, радиотерапии, поддержали бы ее выживаемость. То есть есть еще теория, что именно сломанные стволовые клетки могут быть источником или прародителем онкологических заболеваний. То есть у нас просто в организме какая-то стволовая клетка сошла с ума, у нее, например, слетела программа контролируемого деления или контролируемой дифференцировки, то есть превращение в нужные клетки. И такая свихнувшаяся клетка стволовая может стать стволовой опухолевой клеткой и стать первопричиной развития онкологического заболевания. И вот в лаборатории одно из направлений мы как раз исследуем вот эти вот процессы первоначальные, как зарождаются эти стволовые опухолевые клетки, либо из стволовых клеток нормальных, либо перепрограммируя обычные опухолевые клетки, как клетки солдаты, в опухолевые клетки генералы, то есть вот стволовые опухолевые клетки. Ну как любопытно-то. А вот потенциал этих исследований и какие риски, то есть почему я спрашиваю, потому что регулярно возникают истории, понятно, что они в популярной литературе в первую очередь, что вот нашли или чудо-средство, или чудо-подход, или вот уже все на подходе, и потом все-все-все-все побежали-побежали, а потом раз и тупик. И вдруг есть понимание, что ну не этот путь, или одного этого пути недостаточно. Ваше ощущение, вот направление работы с клеточной почтой? Ну, я считаю, что это направление очень интересное и перспективное, иначе мы бы этим не занимались, потому что мы все-таки, у нас огромное поле деятельности, и из всех проектов мы выбираем наиболее интересное. В данном случае, однозначно это очень перспективно для создания тест-систем, то есть для того, чтобы проводить скрининг, отбор лекарственных препаратов в пробирке. И это важно не только для разработки лекарственных препаратов, но и для персонализированного подбора лекарственных препаратов. То есть вот взял у человека биопсию, кусочек опухоли, вырастил множество микроопухолей, и протестировал на них лекарственные препараты, прежде чем ты назначил эти препараты человеку. Сейчас проблема, что этот процесс не очень быстрый и не очень эффективен. То есть человек успевает умереть? Ну да, то есть все работает замечательно, только как бы это занимает длительное несколько месяцев, к тому времени не всегда это все еще актуально для пациента. И не всегда это удается, потому что эффективность этих методов, то есть не всегда эти клетки хорошо растут. То есть вот как раз наши методы могут повысить, вернее, уже повышают эффективность вот таких вот систем. С другой стороны, всегда идет поиск новых лекарственных препаратов. И эти микровизикулы могут стать теми конвертиками для уже существующих лекарственных препаратов. Дело в том, что для некоторых лекарств, например, доксирубицин, уже есть лекарственные формы на основе так называемой липосомной формы лекарственных препаратов. Когда лекарственный препарат плохо растворим в воде, его на молекулярном уровне обмазывают липидами, чтобы он стал более растворимым. Но эти липиды, это искусственные липиды, синтетические, они тоже обладают своей токсичностью, они не всегда полностью биосовместимы. То есть, ну, есть определенного рода проблемы. Если мы научимся упаковывать лекарственные препараты не в синтетические липиды, а вот в естественные липиды, которые мы получили из оболочки клеток, из клеточных мембран, То есть, по сути, биопсии человека, которого берете, из этих же клеток делаются липиды? Не совсем. То есть, здесь уже не идет речь о персонализированной медицине, здесь речь идет больше о биофармацевтике. Когда мы скрещиваем классическую фармацевтику, то есть классические лекарственные препараты, с биологическими молекулами, которые позволяют упаковать более безопасно эти лекарственные препараты, сделав их тем самым менее токсичными для всего организма, более токсичными для конкретных опухолевых клеток. Очень перспективно это направление, у нас даже уже есть защищенные диссертации на эту тему, использование этих микровизикул уже не в онкологии, а в регенеративной медицине. Дело в том, что эти визикулы, ведь чем они отличаются от клеток, из которых они были произведены? Дело в том, что клетка, то есть всегда есть шанс, что если ты введешь живую клетку в организм, она может сломаться, сойти с ума, там начать либо делиться, либо превратиться не в ту клетку. То есть почему стволовые клетки так медленно внедряются в медицину? Потому что всегда есть опасения, то есть они не всегда почвенные, но как бы то ни было, всегда есть оглядка на то, как бы что-то не сломалось. А микровизикулы это уже не клетка, это бесклеточная терапия. То есть ты взял, по сути, из большой клетки сделал тысячи микроклеток, но эти микроклетки уже не способны к делению. Но при этом они сохраняют свойства своей родительской клетки. И если сделать, то есть стволовые клетки, например, хорошо, участвуют в регенерации, это всем известно. Просто применить пока тяжело в клинике, потому что это требует высоко квалифицированных кадров и лабораторий прямо в больнице. Не все больницы это имеют. А если на предприятии, на фармпредприятии, сделать из клеток вот эти вот микровизикулы, то их можно уже хранить в обычных ампулах или флаконах, в леофилизированном, например, в виде высушенном, и любой врач может в любое время их использовать взамен настоящих стволовых клеток. То есть получается, что они по эффективности приближаются к стволовым клеткам, но при этом являются безопасными. Так вот, регенерация, да? Вот сейчас у нас есть предельно актуальная тема потери конечностей у людей. И в некоторых фантастических рассказах, которые описывают, например, будущее нашей страны, в том числе, например, Телурия Сорокина, а там как раз описан процесс, что восстановление ноги и руки, это все возможно уже в ближайшем будущем. То есть того, что сейчас кажется невероятным, потому что костная ткань и прочие вещи, да? То есть понятно, заживление ран, это все быстро можно как-то ускорить, а вот такие вещи, как вплоть до конечностей восстановления, вот то, чем вы занимаетесь, имеет потенциал в этом направлении? Безусловно. Вплоть до выращивания там? Ну вот здесь вот, честно скажу, выращивание конечностей, это все-таки пока отдаленная научная фантастика. Но в 90% случаев, ведь не всегда нужно вырастить орган. Можно сохранить существующий, но поврежденный. То есть для этого можно, и причем лечить его можно прямо в организме человека. С помощью в том числе стволовых клеток, либо заменителей стволовых клеток, вот микровизику. Конечно же в комбинации с другими инструментами регенеративной медицины, например, генной терапией. Но то есть и это вот сейчас я считаю самое актуальное направление, потому что здесь мы можем достичь значимых результатов в очень краткосрочном периоде. На самом деле эти эксперименты уже идут, даже есть клинические исследования во всем мире. Следующим этапом развития регенеративной медицины науки будет создание искусственных органов. По сути своей биопечать. Когда либо на искусственном каркасе, либо печатая новые каркасы, можно создавать новые ткани, органы для трансплантации в организм человека. А вот чтобы вырастить, например, у тебя, не дай бог, культя, капнул на эту культю, и у тебя как у головастика отрастет хвост, то есть там или лапка у тритона, к сожалению, ученые, да, работают над этим, исследуют эти процессы. Как разбудить вот эти вот спящие древние гены, которые отвечают за полное восстановление утраченных органов или тканей, или даже конечностей. Но пока это все-таки отдаленная перспектива. Но вот применение в регенеративной медицине столовых клеток, генной терапии, бесклеточных методов на основе различных рекоменантных белков или микровизикул, это, в принципе, текущие реалии. И в текущей ситуации, когда действительно большое количество мы видим травм, связанных с разными факторами, я думаю, это ускорит развитие регенеративной медицины в ближайшее время. Вот вы упомянули о возможностях визикулярной терапии, можно так обозначить? Ну, давайте я красивым словом назову визикулярной терапии. Вот уже сейчас в подборе персональных лекарств для конкретного человека еще ваша и одна из ипостасей, вы директор научно-клинического центра регенеративной и... Прецизионной и регенеративной медицины. Я никогда не выговорю. Я вот специально стараюсь выучить, но почему-то мне... Мой языковой аппарат не позволяет это осилить. Но тем не менее, у вас там есть пациенты, у вас есть реальные пациенты, вы уже используете эти подходы, когда вы за счет того, что имея такие почтовые конвертики, имея тесты на основе их, вы можете там быстро-быстро подобрать лекарственные препараты и не затягивать процесс на набор лекарственных препаратов. Не затягивать процесс на месяцы, когда человеку, чтобы они могут быть бесполезными уже стать. Вот в начале нашей беседы вы обозначили как раз риски потенциальные, которые существуют в наших исследованиях. И вот риски, которые замедляют внедрение, ну, в первую очередь, ну, их несколько. Я не буду говорить, что какой-то из них более важный, чем другой. Просто начну их упоминать и рассказывать о них. Это, например, регуляторные риски. Дело в том, что если ты хочешь что-то применить на пациенте, это должно быть утверждено, то есть войти в стандарты лечения. И здесь это достаточно длительный процесс, потому что связано в первую очередь с обеспечением безопасности пациентов. доказательная медицина. И нужно пройти через многие этапы для того, чтобы этот метод стал разрешенным для клинического применения. Да, мы можем это сейчас применять в научных исследованиях. То есть пациент подписывает информированное согласие, особенно если это диагностика. По диагностике проблем не так много для проведения научных исследований, потому что мы не вмешиваемся в организм пациента. Мы, да, берем какую-то биопсию, иногда это малоинвазивная, например, жидкостная биопсия, когда мы берем только кровь, либо кусочек биопсии, когда у пациента берут биопсию опухоли, мы тоже можем взять этот кусочек с согласия пациента и с разрешения этического комитета. Но вот для того, чтобы ввести лекарственный препарат к пациенту, тут, конечно, огромная проблема, вопросы, связанные с наличием производственной базы, которая бы удовлетворяла всем требованиям фармацевтики. И вот буквально даже на днях Владимира Владимировича в Сириусе, в Сочи, к нему как раз молодые ученые подошли и сказали, Владимир Владимирович, понимаете, мы работаем индивидуально с пациентами, то есть персонализированная медицина, когда мы для конкретного пациента делаем конкретный лекарственный препарат. Но невозможно строить завод для того, чтобы сделать препарат для одного пациента. То есть как нам обойти вот эту вот проблему, что мы делаем один единственный в мире лекарственный препарат для одного единственного пациента, Но сейчас Минздрав, и Минпромторг, и все наши замечательные министерства не понимают персонализации. Для них лекарственный препарат — это как минимум малотоннажная химия. Это невозможно выполнить в лабораториях. Сейчас идет поиск, баланс, как совместить персонализированную медицину и какие законы нужно принять, чтобы разрешить создавать индивидуальные лекарственные продукты под конкретного пациента на единовременных условиях. Вы знаете, я работаю в этой студии уже лет 6-5, и на протяжении этих 5-6 лет эта проблема никуда не исчезла. А между тем люди-то умирают. Люди умирают, и вот эта проблема, что малотоннажная химия — это можно, а индивидуальный подбор лекарств — это харам. Харам, да, пока. Ну, вот. Ну, пока боремся. Пока. Есть еще один риск — это как раз наличие индустриального партнера. Дело в том, что вот эти все исследования, они достаточно дорогостоящие, даже если мы это делаем как малотоннажную химию. За рубежом с такими инвестициями чуть проще, особенно если это США или Европа. Там достаточно любую ерунду изобрести, распиарить, и тебе обязательно на стартап дадут денег. Попробовать. Да, чтобы попробовать, потому что понятно, что это венчурные деньги, что выстреливает там в лучшем случае один из десяти до следующего этапа. Но там больший доступ к финансовым рынкам, к финансовым инструментам. У нас биофармацевтика пока на начальных этапах развития в стране. Но уже сейчас у нас есть, например, несколько индустриальных партнеров. Например, Airfarm — крупнейшая фармкомпания в России. Международные компании из Варина фарма, нанофарм девелопмент. Российская компания «Институт столовых клеток человека». Я не стесняюсь их произнести, потому что это реально лидеры в области, в том числе и биофармацевтики, которые развивают это направление в России, поддерживают и Казанский федеральный университет. Но таких компаний пока по пальцам руки можно пересчитать. Будем надеяться, что появятся новые игроки, новые инвесторы. Но и для нас мы прошли достаточно интересный этап становления, когда мы от ученых, которые заинтересованы только в своей тематике, мы тоже учимся слушать наших индустриальных партнеров. Им тоже важно, чтобы эта информация была правильно упакована, чтобы они ее поняли, и они поняли, как это можно будет продать. Мы не продажники, мы придумываем вещи. Но если мы придумываем вещи уже с прицелом долгосрочным, как индустриальный партнер будет это продавать, даже хотя бы через 10 лет, то это облегчает наш диалог с партнерами и упрощает процесс. Как у Фарадея, по-моему, когда он изобрел этот электродвигатель, и когда министр финансов Британии присутствовал на этой открытой лекции, он спросил, когда смысл в вашем изобретении? Он сказал, через сколько-то лет вы будете брать с этого налоги. И они очень активно включились. Да, да. Вот вы давно занимаетесь исследованием в области поиска молекулярных механизмов уничтожения раковых клеток. Когда я с вами сейчас общаюсь, я понимаю, что у вас есть энтузиазм, связанный с тем, что я назвал, визикулярной терапией. Это только один из... А на самом деле, этап эволюции к этой теме, он же был длительный. Вот расскажите об этой эволюции, с чего она началась-то? Когда, опять же, тема, интерес, энтузиазм идет, развивается, потом раз, тупик. Но этот тупик – дверь какой-то в новый путь, следующий путь. Вы чувствуете, что ваш поиск с научным был таким? Ну, сложно сказать, каким он был. Я попытаюсь это сейчас сформулировать. Я ведь 11 лет проработал, проучился в США. И там я занимался очень достаточно узкой тематикой, которой занимались буквально 10 лабораторий в мире. И да, это было интересно, с фундаментальной точкой зрения, но практического применения там, видно, практически не было. И чем меня подкупила возможность как раз в тот момент вернуться в Казанский университет, это то, что у меня была, во-первых, свобода творчества. Мне сказали, а занимайся чем хочешь. Вот самая хорошая постановка вопроса. Ну, правда, и денег тогда было не так много, но как бы то ни было. Но самое интересное было, получился сплав биологии и медицины. То есть мне удалось начать взаимодействовать с медиками в Казани. И тут как раз меня проняло. То есть я испытал такой подъем, воодушевление, что я могу заниматься исследованиями, которые не абстрактные, а конкретно могут в обозримом будущем помочь людям. И вот с Андреем Павловичем, например, Киасовым, и он сейчас возглавляет биомедицинское направление. Все это было у истоков школы регенеративной медицины в Казани. Мы начали работать уже в более практическом русле. Уже как бы не чисто фундаментальные исследования, а такие прикладные исследования. И здесь нам удалось увидеть несколько перспективных так называемых платформенных решений. То есть по сути своей создать конструктор Лего или получить в свои руки конструктор Лего, но только молекулярный или клеточный. И здесь появилась возможность, играя с этим конструктором, быстро создавать различные, например, лекарственные препараты или быстро создавать различные тест-системы для диагностики или подбора лекарственных препаратов. И вот в этот момент как раз мы сделали следующий качественный скачок, когда мы стали интересны индустрии. То есть вот те вот партнеры, которых я упомянул, они поняли, что это не разовая акция. То есть вот можно, конечно, сделать один раз препарат лекарственный, как бы с этого что-то при большом везении получить, а здесь мы продаем в хорошем смысле этого слова, то есть мы продаем бренд платформенных решений, что мы даем не просто один раз лекарственный препарат, а целую линейку. И потенциально мы можем создавать любые другие лекарственные препараты, быстро меняя только некоторые кубики в этой игрушке лекарственной из Лего. И это действительно заинтересовало партнеров, потому что это позволит снизить стоимость разработок в разы, во много раз, может быть, даже в десятки раз. Потому что по стоимости мы можем, например, одновременно разрабатывать 10 лекарственных препаратов, а по стоимости это будет как классические два лекарственных препарата. То есть понимаете, тут опять вот чисто экономика, как вы сказали про министр финансов. То есть когда мы говорим компании, а мы сделаем этот лекарственный препарат за четверть цены, но при этом давайте сразу сделаем 10. И получается, что себестоимость каждой разработки снижается, хотя в целом мы получаем тот же самый объем финансирования, на который мы можем дальше развиваться. Вы знаете, я упустил один вопрос, который сейчас я его задам. Когда вы говорили о том, что невозможно пока в связи с обстоятельствами этическими и законодательными использовать вот эти ваши открытия, ваши разработки в области визикулярной терапии, опять же в кавычках я это обозначаю, на самом клиническом центре, где уже лежат пациенты, а на животных исследования проводились, есть эффект? Да, безусловно. Вот расскажите. Эти исследования опубликованы в ведущих зарубежных журналах, то есть, например, на травме спинного мозга, то есть, потом повреждения кожных покровов. То есть, вы в своих лабораториях ломали животным, условно говоря? Да, носили травму. Носили травму, и потом с помощью вот этих визикул, с помощью программ, которые вы закладываете, внутрь шел процесс восстановления. Да, да. А по онкологии? По онкологии мы пока только приближаемся, то есть, несколько экспериментов с животными мы тоже сделали, выполнили, но это пока первые этапы. Мы находимся в начале этого интересного пути, тем более, что у нас по онкологии сразу несколько интересных есть проектов, не только визикулярный проект, но и другие проекты, например, связанные с тем, с репрограммированием иммунных клеток организма, чтобы они лучше узнавали и лучше убивали опухолевые клетки. Но это отдельная тема для разговора. Здесь требуется еще один индустриальный партнер. То есть, мы как раз сейчас упаковываем все, что мы получили, в хорошую презентацию, и в ближайшее время будем искать уже индустриального партнера, который бы согласился эти исследования дальше финансировать. А какой из потенциального выбора партнеров вам бы хотелось получить, если это не секрет? Ну, пока сложно сказать. Ну, вот вы представляете, наш не очень-то большой рынок партнеров. Ну, смотрите, сейчас, вот буквально сегодня ко мне поступило предложение от китайской компании. То есть, понятно, что это пока первые шаги, но китайцы заинтересованы в создании совместных научных групп, ну, именно в рамках компаний. То есть, не фундаментальных исследований, а в рамках компаний, для того, чтобы совместно разрабатывать новые лекарственные препараты на основе генной терапии, на основе стволовых клеток человека. Поэтому мы, да, возможно, мы потеряли выход на какие-то западные большие рынки, но Китай — это, на самом деле, сейчас, можно сказать, номер один растущий рынок. Ну, Индия тоже, наверное, очень крупный. Ну, Китай гораздо более наукоемок на данный момент. — Вот когда вы сказали о платформенной подходе к работе ваших лабораторий, ваших исследований, я правильно понимаю, что то, что вы сейчас делаете, то, что визикулярное направление, стволовых клеток направления, то есть, имея такую платформу, вы можете работать и с онкологией, и с травмами, и, возможно, вакцины. — Детские наследственные заболевания, орфанные. — И все это, вот это есть конструктор, который вы, не создавая отдельных лабораторий, вот просто на базе тех кубиков, что вы уже придумали. Значит, я правильно понял этот момент. И, надеюсь, наши зрители тоже. Вот традиционный вопрос, который я вам всегда задаю, поскольку у нас сейчас тема зашла по онкологиям, и, по сути, она стала центральной, вот методики лечения, методики поиска механизма выключения онкологии в организме человека, это тема вовлечены тысячи лабораторий во всем мире, и вот эта работа отражается в международных журналах. Вы, ну, сто процентов просматриваете. Вот что из последнего вас зацепило, ваш взгляд? Что от вас заинтересовало? Ну, вот буквально на днях британские ученые-врачи, как бы в СМИ появилась информация о том, что они вылечили девочку с Т-клеточной лимфомой. То есть у этого пациента Т-клетки, они вообще это клетки иммунитета, которые как раз отвечают за защиту нашего организма от инфекций. Но бывает так, что в них тоже может произойти поломка, по сути своей, как одна из разновидностей рака крови. И они сходят с ума и начинают бесконтрольно делиться, что ни к чему хорошему не приводит. На стандартную химиотерапию, к сожалению, ответа не было, и пациент был уже, скажем так, безнадежен. И что сделали врачи? Они взяли Т-клетки от донора, от другого человека, с помощью трех различных геномных редактирований. Сделали их безопасными и эффективными. С помощью четвертой манипуляции научили их узнавать другие неправильные Т-клетки, ввели их в организм и получили полную ремиссию. То есть онкология отступила. И это был безнадежный больной. И это новое направление в медицине, потому что до этого такую примерно терапию применяли для лечения Б-клеточных лимфом. То есть немножко другой тип онкологии. А здесь удалось создать искусственные иммунные клетки, перепрограммировать их таким образом, чтобы они научились уничтожать себе подобные клетки. И в принципе, сейчас я считаю одним из самых перспективных направлений в лечении онкологических заболеваний, это иммунотерапия. В широком смысле этого слова. Когда мы заставляем или помогаем иммунной системе организма самой бороться с онкологическим заболеванием. То есть не с помощью химии какой-то, а с помощью того, что мы репрограммируем или активируем иммунные клетки в организме, и они уже сами способны справиться с онкологией. И в этом плане мы тоже занимаемся такими исследованиями, тоже с индустриальным партнером, по созданию так называемой карте-терапии. Когда используются клетки пациента, берутся иммунные клетки пациента, в них вводится новая генетическая программа, которая заставляет их узнавать опухолевые клетки. Эти клетки вводятся обратно в кровь пациенту, и эти клетки уже как злые собаки начинают вынюхивать, искать опухолевые клетки, их уничтожать. И это считается крайне эффективной терапией в тех особенно случаях, когда классические методы не помогали. Либо, то есть это пример, как можно репрограммировать, задать новую генетическую программу для клетки, для узнавания опухолевой клетки. Можно создавать, и мы это в лаборатории делаем, вакцины, когда берутся иммунные клетки, берутся опухолевые клетки, мы даем иммунным клеткам понюхать, условно говоря, опухолевые клетки, там они увидят эти антигены, в том числе делая микровизикулы из опухолевых клеток и давая уже не всю клетку понюхать, а только вот эти вот пузыречки, микровизикулы. И тогда эти опухолевые клетки наконец-то говорят, «А, вот действительно, это же опухолевая клетка». Но учатся ее узнавать, и если такие клетки ввести обратно в организм человека, они рассказывают иммунной системе, как найти опухолевые клетки. Иммунитет начинает уничтожать эту опухоль, и таким образом, особенно комбинируясь с другими методами лечения, можно достичь очень хороших результатов. А вот вы про иммунную терапию сказали, какие-то элементы уже внедряются в вашу клинику? Опять, мы все-таки пока… Или та же самая проблема, о которой вы говорили, что… Проблема производственной базы. Мы работаем над этим, вот опять с индустриальным партнером. Сейчас проводим работы по… Проектные работы по созданию такой лаборатории. То есть, GMP-лаборатория по Good Manufacturing Practice. То есть, это лаборатория, которая будет сертифицирована по всем необходимым нормам. И тогда мы сможем получать такие биомедицинские клетчатные продукты для применения в клинике. На самом деле, у нас уже есть инфраструктура. Мы получили лицензию и на клинические исследования, и на клинические исследования конкретно биомедицинских клетчатных продуктов. У нас есть палаты чистые, где мы можем даже проводить трансплантацию костного мозга и трансплантацию биомедицинских клетчатных продуктов. Единственный шаг, который нам нужно сейчас сделать, чтобы свести вместе клинику и науку, это производственная площадка. И это большая проблема не только для нас. Это во всем мире огромная проблема. А в России, к сожалению, это крайне острая проблема, несмотря на наличие, казалось бы, закона. Но, к сожалению, пока этот закон не очень хорошо работает, а сейчас ситуация вообще очень неоднозначная. Нормы ЕАЭС вводятся новые. Но в любом случае есть партнер, который готов в это дело инвестировать, и сейчас ведутся проектные работы. Ну что ж, время нашей программы подходит к концу. Разговор был, мне очень понравилось. Я еще раз представлю нашего гостя. Это доктор биологических наук, профессор Казахского университета, директор научно-клинического центра Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории генной и клеточной технологии того же института, Резванов Альберт Анатольевич. И я, ведущий журналист Рустам Вафин. До свидания, до новых встреч.